Если бы, друзья мои, не было сейчас поста, то я думаю, что в отдельных епархиях или во всех целых поместных церквах пост был бы объявлен. Потому что в случае экстраординарных событий, голода, землетрясений, войн, различных других социальных страшных вещей, внутренних потрясений, надо руководствоваться писанием. Вообще нужно всегда руководствоваться писанием. И там сказано, назначьте пост, соберите собрание. А что вы все операторами работаете или что? Вот есть один человек, который пишет, что вы все с телефонами, что это такое вообще? Все понимают, что, ну, что это такое, попрячьте их вообще, в конце концов, позабывайте о них хотя бы на службе. Есть люди, которым это в работу вменяется, вот один, ну, сколько можно, все с телефонами, что это такое? Если бы не было поста, нужно было бы назначить его сейчас, понимаете, да, нет? Что сейчас, как раз, очень хорошо, сейчас пост. В посту меньше есть, меньше пить, меньше в телевизор смотреть, меньше болтать. Меньше телефоны свои, понимаешь, нос засовывать, потому что вы просто одержимые люди, сегодняшний человек, он зависимый. Это психологическая болезнь, зависимость от гаджетов. И вот, слава богу, сейчас пост. Потому что мы можем сейчас больше мобилизоваться на внутреннюю работу. Мы можем сейчас и вздыхать больше, и плакать, если кто умеет плакать, это еще надо научиться. Потому что сериалы смотреть и плакать, это умеют многие, а вот поплакать перед богом за то, что надо поплакать, это почти не умеет никто. И мы с вами должны в посту полюбить священное писание. Я не знаю, как вы его любите до сегодняшнего дня, насколько вы, так сказать, привычны к тому, чтобы читать его, но имейте в виду, что христианин, не читающий Библии, это солдат, потерявший оружие. Вам ничто не заменит священное писание, ничто. Поэтому в посту нам дается, вот мы сейчас ослужили, хотя время раннее, но уже вечернее ослужили, читаются регулярно книга Бытия, читается книга пророка Исаии на шестом часе, и на вечерней же читается книга притчи Соломоновых. Я сегодня ваше внимание обращу на Соломоновые притчи, которые сегодня читались. Но напоминаю вам, я знаю, я уверен, что здесь стоят люди, которые не читали Исаию. Я просто уверен, сто процентов. Я даже уверен в том, что большая часть людей, стоящих здесь, никогда не читала пророка Исаию. Я знаю, что многие из вас не прочитали книгу Бытия от начала до конца. Может быть, все не прочитали от начала до конца книгу Бытия. И если такое дело будет продолжаться, то, прости Боже, человек может погибнуть без покаяния. Потому что на чем строить жизнь свою? На чем основывать правильные помыслы? Как не на слове Бога Живого, которое дано человеку? И все мы грамотные сегодня, все можем читать. Поэтому запоминайте. И с сегодняшнего дня никуда не откладывайте. Время короткое, время маленькое, время сокращается. Давно уже время сокращается. Как баянные мехи сжимаются к себе, к серединке. Поэтому мы не знаем, сколько нам осталось. А мы все заслуживаем больших наказаний. Аминь, это правда. Поэтому не откладывая никуда ничего, сегодня же найти дома Библию свою и начать книги Бытия, с книги Притча, с книги Исаии. Три закладки себе сделайте из Ветхого Завета. Это тот минимум, который должен прочесть православный человек в течение Великого Поста. Потом вы сами скажете мне или друг другу, или кому-то еще скажете, о, слушайте, слава Богу, какой хороший совет, я вот это сделал, и вообще у меня в голове посветлело, как бы жизнь моя поменялась, теперь знаешь, зачем я живу. То есть сама Библия научит вас всему остальному. Сам Дух Святой, который написал эту книгу, он вас научит правильным мыслям, а потом уже правильным словам, а потом уже правильным делам. И вот для того, чтобы закрепить это дело, мы сейчас с вами напомним, что мы сегодня читали. В английских семьях аристократических, викторианского века XIX, была такая интересная традиция. Люди приходили с церкви, и мама спрашивала, например, сына, сынок, что читали из Евангелия? Перескажи. Если сынок, там, бэк-мэк, сынок без обеда сегодня. Без обид, но без обеда. Доченька, расскажи, что читали из Апостола. Доченька, бэк-мэк, доченька, прости, но ты тоже без обеда. А что говорил сегодня священник на проповеди? Перескажи, близко к тексту. Короче, проверьте себя, что читали из книги Бытия сегодня? Вы вообще заслужили обед сегодня? Что читали из Бытия? О ком? Родословную, детей Адамовых, до потопных. Дошли сегодня до Еноха. Читали всех-всех-всех-всех. Прожил столько-то и умер, прожил столько-то и умер, прожил столько-то и умер. Потом до Еноха дошли, Енох, седьмый от Адама, значит, прожил столько-то, и Бог забрало его, не стало его, ибо Бог взял его. Это человек, который подобно Илье, еще до закона, до потопные времена, был забран за праведную жизнь. То есть мы видим первое прекращение смерти. Первое прекращение природных действий, которые вошли в мир после согрешения Адама. Из притчи что читали? Из притчи читали мы шестую главу. Вчера читали про то, что если ты поручился за кого-нибудь из ближних твоих, то поди умоляй в ногах его, валяйся, потому что ты отдал душу свою, нельзя ни за кого поручаться. За себя поручиться нельзя, за ближнего тем более. И вот сегодня продолжение. Вот теперь внимание. Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его и будь мудрым. Это мы сегодня читали. Шестая глава книги притч. Нет у него начальника, ни приставника, ни повелителя. Но он заготавливает летом хлеб свой, собирая по время жапы пищу свою. Или пойди к пчеле и познай, как она трудолюбила, какую почтенную работу производит. Ее труды употребляют в здравии цари и простолюдины. Любима же она всеми и славима, хотя силою слаба, но мудростью и почтенна. Да коли ты, ленивец, будешь спать, когда ты встанешь от сна своего? Мы на Великом каноне что пели? Душе моя, душе моя, в восстане что спишь? Пели? Пели. Да коли, душе моя, это видят, куда ты взят? Да коли ты, ленивец, будешь спать? Речь идет о духовном сне. Когда ты встанешь от сна своего? Немного поспишь, немного подремлешь, немного сложив руки полежишь, и придет под прохожей бедность твоя, и нужда твоя, как разбойник. Этого хватит на сегодня из Писания, теперь давайте объясним то, что мы прочитали. Во-первых, смотрите, вы знакомы с этими словами про муравья, даже если вы Библию не читали, потому что вы учили в школе. А в школе у нас были, значит, уроки по литературе, там Иван Андреевич Крылов поминался. И у него есть такая басня, попрыгунья стрекоза, лето красное пропела, поглянуться не успела, как зима катит в глаза. Потемнело чисто поле, нет уж ни этих светлых болей, так под каждым ей листком был готовен стол и дом. Все прошло, с зимой холодной нужда, голод настает, стрекоза уж не поет. И кому же в ум пойдет, на желудок петь голодный. Злой тоской удручена к муравью. Вот этому библейскому муравью. Ползет она. Ну и дальше он помнит, не оставь меня к умилой, дайте мне собраться силой. И до вешних только дней прокормили и ободрели. Он там спрашивает, что ты делала раньше? А я говорю, ой, да тобой, голубчик, было в мягких муравах у нас. Песни, резвый всякий час, так что голову скружило. Говорит, ты все пела? Это дело, да, Андреевич, это оказывается. Пойдешь и попляши. То есть это, в принципе, еще, это, во-первых, книга-притч, шестая глава про муравья. Что стрекозы потом к муравьям придут? Мы сейчас с вами пару мыслей отсюда вытащим, очень важных мыслей. А во-вторых, здесь есть еще указание, сокровенное указание на притчу Господа Иисуса о десяти девах. Что те пять дев, те пять дев, но у тех масло в лампадах есть, у этих нету. И те пошли себе купить, когда уже скоро, все уже. Жених пришел, они пришли, он их не знает, он не открывает. И муравей стрекозу отсылает от себя, иди пляши. Плясала? Иди пляши. А будет время, когда никто плясать не будет. Когда сильному будет страшно и смелый содрогнется. Когда здоровье, богатство, мудрость, это все будет мусор. Дипломы всякие, значки, медали, это все будет мусор. Когда человека возьмут за шкварки и так его тряхнут, что самый сильный будет дрожать, как осиновый лист. Будет такое, с каждым человеком такое будет. Почему мы в этом не думаем? Почему мы не читаем Писание? Почему Богом не выразумляемся для этого? Вам нужна войну, чтобы испугаться Бога? Вам нужно голода, чтобы Бога испугаться? Не надо, надо бояться Бога без войны. Надо бояться Бога без голода. Надо бояться Бога без болезни. Надо бояться Бога, потому что он Бог. Тот же Иван Андреевич Кривов говорил, что Бога знать, быть нужно Богом. Но чтобы любить и чтить его, довольна сердце одного. Что нам еще с муравьем интересно здесь? Смотрите, во-первых, если ты видишь человека, который успешный в своем деле, перфектный в своем деле, знай, он работает как муравей. А муравишка он тащит на себе бревна, которые превышают в 5, 7, 10, 15 раз вес его собственного тела. Это действительно великий тружень муравей. Храбрый тружень, терпеливый, там у них есть солдаты свои, там есть свои администраторы, есть свои работяги, они все великие труженики. Так вот, если ты вдруг увидишь, например, человека, который успешен, ну скажем, скрипача хорошего увидишь, а он играет, как будто дух святой его пальцами движет. Знай, это муравей. За фасадом его успеха лежит титанический труд. Гульки, рестораны, девочки, мальчики, вот это все нет у него. Он муравей. Если видишь успешного человека в деле своем, обычно люди как думают? Завидуют. О, у него получается, а у меня нет. Видно, у него связи есть, а у меня нет. Видно, у него есть деньги, а у меня нет. Дудки, неправда, ложь. Кто думает так, тот виноват, потому что видишь успешного, перед тобой муравей. Где куются олимпийские медали? На олимпийских дорожках? Нет, в спортзале. Там, где тебя еще никто не знает, еще никто тебя в лица твоего не видел, а ты там с утра пришел и вечером только вышел. Семь поток с тебя сошло. Там муравьи зарабатывают будущее золото, серебро и бронзу олимпиад. Понимаете? Это муравьи. И везде, говорит, видишь хорошего переводчика, который знает четыре языка и говорит на них как на родном. Это муравей. Пока ты дурака валял, он книжки съедал, у него вместо подушки книжка была. Он ел книги. А теперь у него есть благословение, Господь прославил его, а ты завидуешь. А он муравей. Поэтому имейте в виду, каждый из нас должен быть муравьем. Не мухой. Не там клопом, извините, там, или тараканом. Муравьем. Если уж мы пошли учиться у этих вот, значит, у всех этих насекомых. Между прочим, и Василий Великий говорил про пчелу, там дальше после муравья про пчелу сразу говорится. Василий Великий, например, говорит, а чего может у пчелы научиться? У него есть целый трактат такой небольшой о том, как читать юношам языческие произведения. Ну, у христиан возник вопрос, а можно, например, христианам читать Гомера, например, или Гесиода, или там кого-нибудь еще? Он говорил, что будьте как пчелы. Пчела не на всякий цветок садится. А куда сядет, не все с собой забирай. Знает, куда сесть, и знает, что с собой забрать. Поэтому читайте все, но как пчела. То есть знай, что тебе нужно у философов античности. Знай, что тебе нужно, там, не знаю, у Пушкина, Лермонтова. Вот как я сегодня цитирую Крылова. С какой, кстати, Крылов в церкви? Он что, во святых, что ли? Нет, он полезные вещи сказал. И человеку нам иногда нужно отставить от себя там что-то великое, и дать ему простое. Потому что и здесь есть мудрость Божия. Вот это Василий Великий говорит, получи с чеку пчелы. Теперь еще одну вещь вам скажу. Какие самые топовые профессии и направления образования были до недавнего времени в нашем обществе? Развращенном обществе, сытом и глупом обществе в нашем, которое развращено вавилонской блудницей. Цели людей в жизни какие были? Наслаждение и деньги без труда. Побольше денег, поменьше труда и побольше удовольствий. Все. Больше целей в жизни нет у людей. У миллионов наших соотечественников. А вот когда тебя за шкирку возьмут, да встряхнут к тебе так, что с тебя и два душа не вылетит. Тогда ты поймешь, что ценность настоящая есть и в дружбе, и в хлебе, и в труде, и в любви, и в здоровье, и в всем-всем-всем остальном. Так вот, когда еще недавно, и сейчас это продолжается, сейчас нужно все поменять. Сейчас самое удобное время все поменять на лучшее, с худшего на лучшее. В образовании все повалили в менеджеры, все повалили в топ-менеджеры, все повалили в маркетологи, все повалили в какие-то, значит, новые хитрые профессии. Слесаря днем с огнем не найдешь. Электрика, нужно бегать за ним в очередь записываться, потому что 8 менеджеров, 1 электрик. 25, понимаешь, маркетологов и только одна уборщица. Да если баба Дусиня решит убирать ваши офисы, то вы грязью зарастете там в офисах своих, понимаете, в чем дело? Так вот, стрекозы, вот эти вот, что все время пели, пока не допелись до самой зимы. Это как раз люди, которые стремились свою жизнь превратить в непрестанный набор удовольствия. И у которых ценностями были, как раз, вавилонские ценности, ценности вавилонской блудницы. Деньги и балдеж, и больше ничего. А в это время муравьи прокладывали теплотрассы, штукатурили дома, работали санитарами, делали самые простые, привозили хлеб по утрам в магазинах, пекли хлеб, собственно, пахали землю. Но кто на этих муравьев смотрит? Разве мы хотим быть фермерами? Или хотим быть там теми же санитарами? Или мы хотим, чтобы наши дети, например, там занимались чем-то простым и нормальным? Ну, например, вот, скажем, ремонтами в квартирах. Нет. Мы хотим, чтобы они были юристами, менеджерами, чтобы они высоко залезли, ходили в костюмчике с галстуком, под подмышкой папка с бумагами, на руках ни одного мозоля и много денег в кармане. Мы так хотим. И мы их толкаем в институты, которые сегодня никому не нужны, потому что на рынке труда нужны как раз электрики, нужны как раз люди, которые могут теплотрассу проложить, нужны дальнобойщики, нужны трактористы, нужны муравьи, короче, понимаете? Муравьи нужны всегда. А стрекозы? Без стрекоз можно обойтись. Вот вам небольшой кусочек своего сегодняшнего священного писания, чтобы вы не думали, что я вам от себя говорю. Это мы вместе с Иваном Андреевичем Крыловым говорим от книги «Притчи Соломоновых», от 6 главы. 6 глава нам говорит «Пойди, ленивец к муравью, посмотри на действия его и будь мудрым». Нет у него начальника, ни приставника, ни повелителя, но он летом заготовляет хлеб свой, собирает во время жатвы пищу свою. Человек может проплясать и дурака провалять всю свою жизнь. Молодость, например, это самое дорогое время. То, что ты не выучил в 18 лет, в 48 ты уже не выучишь. То, что ты не научился делать, например, в 20 лет, уже в 70 ты не научишься. За маленькие юношеские годы, там с 14, например, до 20, нужно набрать в себя столько знаний, столько умений, чтобы потом всю жизнь жить на этом багаже. А мы с вами профукали юность свою, и молодежь наша еще больше профукивает юность свою. Вот этот муравей нам сегодня очень нужен. А вообще нам нужна Библия, дорогие братья и сестры. Нам очень нужно священное писание. Поэтому в Великом посту поставьте себе задачу прочесть Библию от корки до корки. Ну, может быть, не успеете, но в принципе нужно прочесть от корки до корки. Я вам честно скажу, и со стыдом скажу, что есть священники, которые не прочли за всю свою жизнь Библию от корки до корки. И в семинарию, когда поступаем мы, от нас не требуют знать библейский текст. И мы в семинарии отучились, в академии отучились, а Библию от корки до корки не прочитали. А, между прочим, это самое чистое, самое неповрежденное, так сказать, самое родниковое утоление духовной жажды. Это есть, собственно, та вода живая, о которой Господь Иисус Христос говорил, что у верующих в меня из чрева реки воды живой потекут. Поэтому сейчас наберитесь желания и стремления найти эту вашу невесту, эту ласточку, эту возлюбленную вашу. Библию, как Сковорода называл ее. Там, невеста моя, ласточка моя, солнышко мое, любимая моя, он целовал ее, действительно, как невесту жених целует в день свадьбы. Найдите ее дома у себя и с закладочками, с закладочками, с закладочками, книгу бытия, книгу притчи, книгу Исаии. Начинайте читать сегодня, потому что много зла обрушится на головы человека еще в будущем. Мы только вступили в эту беду. Там в Евангелии так и написано, это начало болезней. Еще что нас ждет, только один Бог знает. Но, как Златоуст говорит, все беды мира приходят на людей из-за незнания священного писания. Вот давайте мы это незнание упраздним, эту рану залечим, это белое пятно закрасим, чтобы мы были люди писания, чтобы мы читали святое Слово Божие каждый день внимательно. Чтобы Библия ваша была заплаканная, вашими слезами заплаканная и вашими устами зацелованная. И до дырок зачитанная. Это нужно монаху, это нужно мирянину, это нужно священнику, горе священнику, кто этого не делает. Это нужно архиерею, это нужно всем. Это нужно каждому верующему человеку. Шестая глава притч была у нас сегодня и книга бытия. В руки Библию и тогда все будет хорошо. Аминь. Спасибо.